Когда чудаковатый босс влюблен Третий шаг в выявлении любви – пьяный тест. Алкоголь – лучший катализатор эмоционального общения. Опьянение способствует проявлению истинных, так сказать, чувств. Согласно неполным статистическим данным, признание чаще всего происходит, когда кто-то пьян. Ты что делаешь? Господин Лео, так будете выглядеть реалистичнее. Не так ли? Давайте проверим. Воспользуется ли ассистент Тянь вашим нетрезвым состоянием и признается в любви? Помощник Тян. Можешь идти. Понял. Алло. Здравствуйте, это госпожа Тянь. Господин Лео сильно пьян. Не могли бы вы его забрать? Могу, но я... Хорошо, я пришлю вам адрес. Алло? Подождите, нет. Алло? Да что опять такое? Почему я должна его забирать? У помощника Тана что за бастовка? Директор Лео, вы... Директор Лео? Директор Лео? Вы чего так напились? Директор Лео? Ассистент Тянь. Не хочу домой. Там слишком пусто. Никого нет рядом. Если не умеете пить, зачем пили? Надрались до такой степени. Дома разве не лучше? Осторожнее! Держись. Когда я притворяюсь, меня не разбудить. Боже, как хорошо, что это я. Будь тут девушка послабее, не дотащила бы вас точно. Как больно. Не ожидал. От ассистента Тянь такого энтузиазма. Она прижала меня. Теперь... Признается в любви? А у него довольно красивые брови. И кожа такая нежная. А губы... словно желе. О чем я думаю? Ушла. Остался один шаг. Она сбежала, потому что застеснялась? Ассистент Тянь, нужно постараться. А еще я говорил, что это я плохо сплю. Я не успела сделать воды с медом, а ты уже на полу? Директор Лю, вставайте, вы на полу лежите. Директор Лю, это вода с медом, выпейте, чтобы протрезветь. Ассистент Тянь, кажется, ты хочешь что-то мне сказать. Говорим. Обещаю, все, что хочешь. Вы это сейчас серьезно? Давай, малышка. Дело вот в чем. Вы уже выздоровели. И мне кажется, я уже не нужна вам как ассистент. Конечно. Ты для меня больше не ассистент. Тогда не могли бы вы больше не вызывать меня в качестве ассистента. Хорошо. Продолжай. Кем бы ты хотела быть? Я на все согласен. Давай же! Здорово. Тогда я хотела бы, чтобы у меня было больше свободы в мое нерабочее время. Хорошо. В конце концов, я генеральный директор, уважающий свободное время своих сотрудников. Поскольку я заботилась о вас до полуночи, могу я завтра взять отгул на полдня? Да. Спасибо, директор. Тогда я пойду домой. Ты уже уходишь? Ночь на дворе. Скоро утро. Я возьму отгул сейчас. Пока! Ассистент Тянь. Спасибо за заботу. Нет. Я уже не могу называть тебя ассистентом Тянь. Теперь ты дизайнер Тянь. Но это как-то неловко. Мы ведь стали близкими партнерами, так сказать. Могу называть тебя Тянь. Или милая Тянь. Выбирай. Тянь. Милая Тянь. Спокойной ночи, Тянь. Да что происходит? Тянь. Ты прошлой ночью плохо спала? Даже круги под глазами. Хочешь маску для лица? Подожди. Как ты меня только что назвала? Я назвала Тянь. Странно-то как. Совсем не кажется слащавым. Роуз, скажи-ка ещё раз. Ты сегодня не в себе, что ли? Что случилось? Рассказывай. Мне... Вчера... Мне кажется... Я нравлюсь директору Лю. Наконец-то ты переключилась на наш канал любовных романов. Сюжет о том, как в тебя влюбляется чудаковатый босс, да? Это не сюжет, это реальность. Роуз, вот смотри. Я работала на выезде, и он приехал туда и пообедал со мной. Боится, что будешь отлынивать. Вот и следит за тобой. Мой главред такой же бесчеловечный. Напившись, он позвонил мне. Попросил забрать его и позаботиться. Просто считает тебя преданным сотрудником и не более. Заставляет делать с ним дела вместе, используя моё положение ассистента, чтобы сблизиться со мной. Тебе что, промыли мозги, да? Просто максимально используют тебя в работе. Но... Всем сотрудникам он купил угощение. А мне досталась его фигура в полный рост и фото. Сестрёнка, он ведь чудик. На мой взгляд, ты опасаешься, что обиженные коллеги объявят тебе бойкот. То есть, он назвал меня Тянь? Просто потому, что ему так удобнее, да? Сестрёнка, позволь напомнить. В жизни есть три заблуждения. Первое, что вибрирует мобильник. Второе, что ты сможешь дать отпор. Третье, что ты ему нравишься. Но придумывала. Здравствуйте, кто это? Тянь-тянь, это я. Луци! Фонд Дафу организует благотворительный проект для бродячих животных. Мне нужен помощник. Не хочешь поучаствовать? Хочу. Очень хочу. Хорошо. Ты согласилась без колебаний на благотворительный проект. Ты лучшая из малышекурсников. Старший. Добрые дела должны делать все. К тому же, я рада поработать с тобой и одновременно многому научиться. В этот раз, кроме публикации брошюр для приюта бездомных животных, я хочу создать для них игрушки. Посмотри. Это эскиз. Лазалки для кошек. Хочу поставить игровой комплекс на улице. Если у тебя есть идея, можешь добавить прямо здесь. Правда? Спасибо. Мне кажется, тут можно немного изменить. Сделать его более закрытым. Старший. А как насчет этого? Большинство бездомных животных очень пугливые, и поэтому стоит сделать домик закрытым. Он защитит от солнца или от дождя, и даст чувство безопасности. Неплохо. В тебе есть изобретательность и эмпатия. И у тебя тоже доброе сердце. Гендиректор с приветом. Извини, Ла Ци, я должна ответить. Тянь, могу я пригласить тебя поужинать завтра вечером? Извините, директор, но у меня завтра уже есть планы. Давайте в другой день. Хорошо. Помощник Тян. Да? Не ты ли говорил, что от открытия до закрытия глаз я на 360 градусов все сторони согрел Тянь? Почему же она так холодно мне отказала? Но почему вы не сказали, что подготовили ужин при свечах в ресторане? Нужно держать свое слово. Я обещал не занимать ее время силой. Разве могу я давить? Господин Лев, вы становитесь все более внимательным. У меня есть идея. Могли бы вы быть добрее и ко мне? Помощник Тян. Я был к тебе чересчур добр, раз появились такие запросы. Еще один проигрыш, ассистент Тянь. Завтра выходные. Какое дело может быть интереснее моей компании? Наверняка это стихийное бедствие, которого не избежать. Иначе ничего бы не смогло сравниться с вашим обществом. Если бы эти слова сказала Тянь, мне было бы приятно. Тогда, почему бы вам не отдохнуть в выходные дома? Нет. Весь мир находится в инволюции. Я не могу расслабляться. Мой график на выходные должен быть заполнен. Хорошо. Выходные опять испорчены. Почему всегда страдаю именно я? Это детали заказа. Распишитесь, пожалуйста. Сперва хочу проверить товар. Конечно, смотрите. Качество отличное. Взгляните. Хозяин, а мы заказывали дуб. А это не он. Что вы? Посмотрите сами. Точно-точно похож. Какая разница, похож он или нет? Это не дуб. Девушка, взгляните на цвет и рисунок. Отличная древесина, очень крепкая. Господин, дуб защищает от насекомых. А этот легко сломается от дождя и ветра. Девушка, наша древесина очень прочная. Даже человек не может сломать не то, что кошки. Не придирайтесь. Почти то же самое. Ну, раз вы так говорите, давайте проверим. Говорите, невозможно сломать? Если сможете её сломать, я вам всё заменю. Господин, выполните свои обещания. Конечно, конечно. Сейчас поменяю на другую. Подождите. Так-то лучше. Старший, ты давно тут стоишь? Какое совпадение. Я пришёл как раз, когда ты сломала доску. Позволь мне все объяснить. Я была, правда, немного грубая, но это ради справедливости. Грубость ради справедливости? Ты каждый раз удивляешь меня. Хотя бы не пугаю, и то хорошо. Грубость ради справедливости. Была милой. Я пришёл. Тянь, тянь. Тянь, будь осторожнее. Директор Лё, что вы здесь делаете? У меня тот же вопрос. Что ты здесь делаешь? Я... Это я попросил её прийти. Тянь не ответила мне. Из-за его вмешательства? Директор Лё, вы пришли. Господин Ло и госпожа Тянь тоже здесь. Позвольте мне представить. Это директор Лё, генеральный директор Тяньшен Групп. Он спонсор приюта для бездомных животных. Я специально пригласила его на сегодняшнюю церемонию открытия. Директор Лё, смотрите. Это естественный игровой комплекс. Спроектированный и построенный господином Лё и госпожой Тянь. Для наших любимых питомцев. Я прямо чувствую любовь к Создателям. Вы так заботитесь о бездомных животных. Наверняка их очень любите. Поддержите его. Он очень милый. Ассистент Тянь. Ассистент Тянь. Куратор Фан. СМИ приедут через час. Что ещё нужно подготовить? Большой босс боится кошек. Почему смеёшься? Давайте я. Кстати, директор Лё, у вас в компании всегда очень много дел. Как нашлось время на открытие небольшого благотворительного проекта? Размер не имеет значения. Думаешь, я не могу участвовать в общественных проектах, как Лу Ци? Да нет же. Просто всё это организовал Лу Ци. Когда мы были в Шан-Шуе, вы не особо с ним ладили. Он начал. А я продолжил. В этом общественном проекте. Мы одинаково важны. Кроме того, финансирование фонда Дафу, я, не заменим. Вы не можете так говорить. Если бы не Лу Ци, мы бы не обратили внимания на бродячих животных. И не было бы фонда Дафу. Почему ты всегда заступаешься за него? Кажется, я услышал своё имя. Нужно чем-нибудь помочь? Лу Ци, ты уже закончил? Не нужно. Я помогу. Мы с Тянь очень хорошо сработались. Ладно. Хотите, делайте. Это не важно. Ассистент, Тянь. Ассистент, Тянь. Вы что, никогда не обнимали животных? Я не люблю прикосновения мягкого. Появляется ощущение хрупкости. Но это же очень полезно. Попробуйте его коснуться. Поглотите его. Да просто попробуйте. Прикоснитесь немного. Нет. Попробуйте, ну же, давайте. Ну как? Видите, он сам потерся о вас, значит, вы ему нравитесь. Чувствовать себя с вами хорошо и непринужденно. Директор Лё, не хотите обнять его? Обнимите. Ну же, возьмите один разочек. Говорят, когда его спасли, он был очень сильно ранен. И поэтому пугливый. Я столько раз пыталась завоевать его доверие. А у вас получилось с первого раза? Ну... У этого малыша... Хороший вкус. Она решила проявить инициативу в физическом контакте? Директор Лё, так это все из-за ваших духов. Они просто очень напоминают кошачью мяту. Аааа... Ха-ха-ха. Вот оно что. День даёт мне смелость двигаться вперёд. Приведи её счастливые улыбки. Моё сердце тоже радуется. Любить животных, протянуть руку помощи тем, кто слабее. Возможно, для нас это будет маленьким делом. Но оно может изменить их жизнь. Поэтому я призываю всех использовать своё свободное время для волонтёрской работы. Здесь мы можем сблизиться с животными и провести время с удовольствием и пользой. Всем спасибо. Отлично! Помощник Тон. Фото получились хорошими. Господин Лё, я использовал метод золотого сечения, чтобы запечатлеть солнечный свет, страсть и любовь к природе. Ты развиваешься. В этом раунде человек успешно захватил территорию котов. Бас алтаря докатился до противостояния с котами. Смотри, Тянь. Тебе не кажется, что это фото наполнено любовью? Помощник Тон. Где ассистент Тянь? Она сказала, что пойдёт в туалет и ещё не вернулась. Старший, почему ты здесь? Мероприятие закончилось? Садись. Старший, это же всё было организовано тобой. Но почему ты не даёшь интервью, а прячешься тут? Скажи, приют для животных, спасение бездомных малышей, мы достигли цели? М-м. Для меня этого достаточно. В общественных проектах самое главное результат. Всё, чём я у тебя научилась, имеет очень глубокий смысл. Иди сюда, малыш. Я увидел кулон. Очень похожий на логотип на твоих работах. Поэтому купил для тебя. Большое тебе спасибо за помощь. Лаци, ты... ты знаешь о моём логотипе? Я внимательно изучил твои работы. Совместить собственное имя с логотипом? Интересный ход. Его мало кто замечает. Ты правда невероятный. Спасибо тебе. Тянь! Да чего? Нам надо поговорить. Лаци, извини, мне нужно отойти. Да чего? Да что, с вами директор Лио. Вы ведёте себя очень странно и грубо. Я груб? Лаци почти коснулся твоего лица. Это вежливо? Это не то, о чём вы подумали. Не то? А что это такое? Тянь, я... Директор Лио, уже поздно. Я устала, и мне пора домой. Боже, опять не туда. Я ещё не закончил. Рука Луци почти коснулась её лица. Я просто повторил это. Почему она убежала? Господин Лио. Вы всё-таки коснулись лица ассистента Тянь? Конечно. Другое дело. Господин Лио, а вы умеете незаметно флиртовать? Теперь у меня есть основания полагать, что стрелы любви были двухсторонними. Смотрите, ассистент Тянь очень сильно отреагировала на ваше прикосновение. Разве это не доказывает, что вы в её сердце? Но почему она избегает моего флирта? Девушки должны быть сдержанными. А внутри она явно взволнована. Ты прав. Похоже, она стесняется. Так и знал. Разве после знакомства со мной она могла влюбиться в Луци? Верно. Господин Лю, я попросил Куратора Фан подарить ассистенту Тянь в знак благодарности два билета в кино. Фильм о любви. Если всё пойдёт по плану, завтра она пригласит вас на свидание. Отличная работа. Ты исправил свою ошибку. Тебе пора. Отлично. Любовь взаимна. Невероятно. Я вернулся к жизни. Если ты даришь мне согласный взгляд, моя любовь обретает смысл. Смысл. Ого! Угу. Субтитры подогнал «Симон»